Здарова, Кеш. Привет. Слушай, тут поступила такая информация, сейчас весь тикток наводнили какой-то чепухней. Говорят, что земля плоская, а не круглая. Как ты считаешь, это правда или нет? Вполне возможно, плоская, стоит на 12 слонах и на черепахе. Я тоже об этом говорил. Просто люди не верят. Чего заморачиваться? Каждый верит в то, что хочет. Не, ну а как доказать, что она плоская? А что ты? На шаре что ли живешь? Ты же ходишь по плоскости. И не падаешь. И не падаешь. Если бы она была круглая, то можно было завалиться, да? Естественно. Все склизнуть. А Гагарин летал по кругу, он же по кругу летал, вокруг земного шара облетел. Он облетел, он увидел, что плоская и стоит на черепахе. То есть и поэтому его решили там куда-то убрать? Да, ему потом эти педали там в самолете открутили. Ну понятно. Ну он даже надавал подписку. Слава, а ты как думаешь, земля круглая или плоская? Да, наверное, круглая все-таки, я думаю. Почему она плоская-то хоть должна быть? С какого перепута, бля? Ну хрен, он знает. Ну а почему она круглая? Вот объясни мне. Да хуй знает почему я. Потому что она круглая. Вот знаешь, вот я тебе могу объяснить. Вот у тебя глаза ж не квадратные, да, круглые. Вот и видишь ты, да, круглые. Не, ну бля, я квадратные ж тоже вижу. Вот если у тебя глаза квадратные были... Все остальное круглые было. Да нет, ты б тогда реально увидел, что земля плоская. Если у меня глаза круглые, я значит тогда квадратов не должен был видеть. Правильно? А ты видишь квадраты? А ты нет. Овалы, одни слова сплошные овалы. Это овальные тела, смотри. Нет, ну вообще как бы в геометрии, как объясняют, что круг, это квадрат с неограниченным количеством грани. Вот, видишь. Так что круглые, квадраты, это одно и то же. Ага. А у тебя по геометрии, я смотри, пятерка была, да? Нет, у меня в геометрии все было плохо. А у тебя, Слав, с геометрией? У меня с такими предметами всякими, физики, физики, математики, алфе, блядь. У меня засада была. У тебя только с гуманитарными науками по полный порядок. А с этими засадами у меня была. Понятно, ладно, давайте по геометрии. Вот, как называется, ну ладно, допустим, блин, что там у нас, какие фигуры? Ромб, да? Тетрайдер. Параллепипед. Параллелограмм. Тетрайдер еще есть. Тетрайдер? Да нет, какой тебе тетрайдер? Тетрайдер это пирамидка. Да. У Славы сразу понятно, что с гуманитарными науками было все хорошо. Я хуй знаю. Пятиугольник это сотый у пчел. Это надо сносить... Пятиугольник это пентагон. Пентаграмма. Пентаграмма. Ну, у Сослава-то все понятно. Ну, понятно, в Пентагоне у них там пентаграмма. Да. Пятиугольник это пентагон. Масоны чертовы. А восьмиугольник как называется? Может, какой октайдер? Я же не знаю. Нет, восьмиугольник называется октагон. Октагон? Да. А октайдер-то что? А это, наверное, объемная фигура. Ну, да. Я уж не знаю, как там двенадцатиугольники называются и восемнадцатиугольники. Но тоже что-то, наверное, с октагоном связано. Страшно. Страшно тебе стало, да? Нет, плохо. Я просто недавно книгу читал «Крыса октагона». Вот там был восьмиугольник. Да. Ну, вот сейчас знаешь вот эти бои без правил восьмиугольник? Я не интересуюсь этим. Ну, вот он называется октагон. В принципе, как-то так. Но Земля все равно. А вот отчего Земля не восьмиугольная? Вот хрен его знает. Может быть восьмиугольная. Восьмиугольная, а буглы бы спотыкались. Тут у тебя глаза были восьмиугольные. Нет, а буглы бы спотыкались. А буглы бы спотыкались. Да. Неудобно было бы ходить. Не, ну на самом деле-то радуга действительно такая, она круглая. Как бы, а радуга это что, проекция на сферу, да, какую-то получается? Ну, то есть лучи преломляются на определенной высоте. Солнце. А раз мы их видим как дугу, то по идее... Только вот одно непонятно. Когда на самолете летишь, не видно, что Земля круглая. Низко летает. Низко летает. Низко летает. Низёхонько. Надо выше. Надо выше брать. Всё выше, выше и выше. Стременный полёт наших. МКС, она 400 километров летает. Астра от Астра. Кто летает? МКС. МКС? Да, она 400 километров летает. У тебя сосед на МКС? Или что? Я сам там был. Ты с ним общаешься где-то в Тик-Токе? Нет. У тебя МКС раньше был каждый божий день в течение 15 лет. Ты на МКС летал.